В горах еще недостаточно снега, поэтому горные лыжники приходят ежедневно в зал и тренируются на тренажерах. В физкультурно-спортивном центре для людей с ограниченными возможностями здоровья в Адлере есть для этого все условия. Здесь установлен уникальный российский тренажер, в этом году признанный лучшим на международной выставке Экспо в Мюнхене. А самое главное, конечно, тренер, который отдает все силы для того, чтобы спортсмены выступали на профессиональном уровне. Здесь мы тренируем, оттачиваем технику, физические качества, быстроту, выносливость, тактику. Авария круто изменила жизнь Александра Науменко, но не в его характере было отчаиваться. С протезом одной ноги он занялся спортом, быстро освоил горные лыжи и достойно представляет нашу страну на соревнованиях международного уровня. В систему подготовки входят различные занятия, в том числе и выполнение акробатических нагрузок, пешие прогулки, роликовые коньки, велосипед. Впервые снег в горах Александр увидел три года назад, влюбился в Красную Поляну и теперь в его планах заняться еще одним олимпийским видом спорта – сноубордингом. Осталось только поменять лыжи на сноуборд. Ну еще замена не полностью произошла, то есть хочется освоить и тот, и тот снаряд, и кататься так же, ну не хуже, чем на лыжах. Нравится скорость, нравятся экстремальные виды спорта. Это, ну это, во-первых, отличное настроение, хорошее состояние, опять-таки ты находишься на природе. Природа и экстрем помогают бороться с болезнью и Татьяне Глазыриной. Она занимается горнолыжным спортом более 10 лет и сама тренирует начинающих лыжников. Скоро начнется горнолыжный сезон, примерно числа 12 декабря, я думаю, уже мы поедем все на Красную Поляну, поэтому желательно быть в хорошей форме спортивной. И сегодня такие нагрузки для организма, они крайне нужны. Занимаются спортсмены, не щадя себя. Здесь тоже есть взлеты и падения, но больше желания выйти в спортивные лидеры. Сомнений нет, у них все получится. А мы будем верить и надеяться, что еще пожмем им руки. Впереди много чемпионатов мира и Европы, а через 4 года пара Олимпиадов в Корее.